Деник Евгений, я являюсь руководителем единых служебных продаж гардер-маркет и являюсь основателем нашей академии питомниководства. Значит, начнем с денег. Вот люди всегда любят, что мне с этого. Приезжаю я в город Россош, к своему большому товарищу Юрию Максименко, Россошу привет. Говорю, Юра, он спрашивает, слушай, куда мне деть яблоки, груши? Я говорю, Юра, ты нахрена этим занимаешься? То, что Олег рассказывал, ты зачем вот это все делаешь? Ну, делай ты плодовые декоративные, замещай поляков, немцев, голландцев. Зачем ты мучаешься и там пытаешься, ну тогда деньги чуть другие были, за 110 рублей эту плодовку продать? Мне все достаточно Антоновых. Мы будем сегодня все на Антонах. Это вот как бы сорт навсегда. А вы знаете, из-за чего люди Антоновых покупают? Вот, если ее обыкновенную покушать, но кики-сляк, то есть она невероятно отвратительна, так вот если честно. Вот это кики-сляк, ее покупают из-за запаха, то есть человек, когда ее в этот запах ощущает, он погружается мысленно в свое детство у своей бабушки. Только из-за этого этот сорт покупают. Ни один нормальный человек ее не ест. Вот, я очень люблю кисляк, и то меня от нее кривит, честно скажу. Вот, ну ладно, извините, что вот такие будут лирические отступления. Так вот, на данный момент на рынке обычная однолетка Антоновка стоит в районе 140-180 рублей. Конечно, у Краснодарского края, когда они прищипывают, там, второй год в этот же первый, продают как двулетку, то есть обманы мы все знаем. Короче, обманывайте, но только сразу этой, Рудольфом, пожалуйста, вот, как двулетку. Ну, будете, соответственно, ее продавать по, от 350 до 700 рублей, кто что, гораст, но это будет именно этот, Краснодарский Рудольф, реально однолетка, прищипнутый, и на поливе с удобрениями. Вот, если будет в Краснодаре хоть иногда поливать, вот, короче, как сегодня показывал Олег с таким же уходом, она будет реально давать побеги второго года и выглядеть, как в средней полосе России, как двулетка, вот. И, собственно говоря, это будет идеальной заготовкой для очень большого количества питомников, которые доращивают на крупномеры, вот. Таких все-таки достаточно много. Либо отличным сырьем для контейнера 20 литров это будет являться. Так вот, этот, когда мы сажаем на доращивание, оптовая цена средняя, 3 800-5 200 стоит пятилетки Антоновки, то, о чем Семен Андреевич сегодня рассказывал. Вот, и при этом, это цены, чтобы вы понимали, яруса, то есть, я ничего не придумаю, это реальные цены, почему мы начинали продавать, и как мы быстро корректировались цены вслед за бешеным спросом по декоративной плодовке. Вот, это оптовые цены, я подчеркиваю, в садовых центрах они ровно в два раза больше на эти растения. То есть, Рудольф, если на 54-118 привита, вот, она имеет среднюю ростность, она успевает в аккурат при качественном уходе за 4 года 175-200, этот, на черноземок структурных, при нашем уходе, реально 175-200 за 4 года она успевает нарастать, учитывая, что мы ее подрезаем, это, то есть, это солитарный куст, короче, вот мы чаще всего, этот, делаем, но мы поговорим о формах в том числе. И вот, посмотрите, уже дальше, если десятилетка, то Рудольф, этот, десятилетка, это уже, ну, минимум, короче, 20-25, вот, 20-25 Рудольфу будет стоить, я вот, вот, просто, вот, за 60 тысяч вы бы, завтра бы продавали бы, вот, то, какая ситуация на данном моменте на рынке. Вот, при этом, этот, Антоновку, ну, 17-21 она стоит, вот, это ее реально, ну, может быть, до 24 оптовая цена с доставкой. Вот какая себестоимость выращивания, ребята, абсолютно идентична. Я, почему, сегодня не будет у меня агротехники, потому что предыдущие лекторы, я спаразитировал, последним специально выступаю, потому что предыдущие лекторы, все болезни, они общие, естественно, то есть, этот, и для декоративных яблонь, и для плодовых яблонь. И о чем сегодня рассказывал и Семен, и Олег, то, соответственно, все обработки, и вся культура производства, она идентичная, за исключением некоторых моментов, о чем я обязательно расскажу. Это касаемо денег, вот вам ситуация на данный момент. И, наконец-то, мой хороший товарищ Юра начал делать 12 сортов яблонь, 6 сортов рябин, этот, Мичурина, ну, эти, сортовые рябины, и даже, наконец-то, начал клены-клены клепать. Короче, вот, он, он начал переформатироваться, и у него реально бешеный спрос, его выгребают, я даже не успеваю у него чего-то купить. Если чего-то надо у меня, мне у него купить, мне нужно за год ему, ну, точнее, за полтора года до заема делать заказ, чтобы что-то получить. Вот, таким образом, уже, слава богу, кто-то начинает делать, и это радует. Вот, Олег, в том числе, тоже понемногу делает и другие декоративные растения, не только плодовые деревья, на плоды. Итого, о чем мы, о каких культурах мы поговорим? Мы поговорим о яблонях, грушах, сливах, вишнях, черемухах, сортовых рябинах, облепихе и абрикосе. Почему я сюда включил сортовые рябины и облепихи? Я их назвал, этот, культуры двойного назначения. Знаете, как у нас в военке есть некоторые механизмы, там, ну, оптика, да, вот, и в нее можно смотреть на горы, любоваться красотой, но можно смотреть благодаря, то есть, ну, оптика, это еще и оптические прицелы, вот. Поэтому у нас, этот, оптическими прицелами будет являться яблони в нашем случае, поскольку из всех декоративных плодов яблони занимают самую большую часть, на самом деле. Если мы говорим в деньгах, то это будет 80-85% будет приходиться на декоративные яблони, в целом на все вместе взятые. При этом, чтобы нам скучно не было, на основе того ассортимента, о котором я буду рассказывать, какие инструменты вы можете использовать, мы будем с вами формировать питомник, сразу будем ассортимент среднестатистического питомника. Давайте, ну, выберем город, там, ну, не знаю, давайте Воронеж, да, вот этот, это посередине между, там, Москвой и Краснодаром, вот, и там, где, в принципе, имеет смысл массово плодовки использовать. Это условный Воронеж, да, то есть, соответственно, если мы двигаемся на восток и северний, часть культуры отпадает, вот, и концентрируемся на определенных других. Чем южнее, мы, соответственно, добираем южными культурами и так далее. Вот, это то, что мы сегодня обязательно будем выписывать из всех культур, которые наиболее востребованы. Часто говорят, ну, хорошо, ты мне вот это все рассказал, а что делать-то? Вот, мы будем сегодня формировать сразу, что будем делать? Делать мы будем питомник декоративных растений на основе плодовых деревьев. Значит, хотел бы рассказать про ассортиментную ленинку у плодовых. Специально привел здесь шар, это топиар, это шар на штамбе, это яблоня, вот, и, смотрите, по сортам. Это самое простое, это горизонтальная линейка, это когда просто новые другие сорта, виды и сорта. Вот, это первый, как мы формируем эту линейку. По размерам, это в целом, различные размеры мы делаем, но и еще по размерам штамбов. Дело в том, что, ну, нарисую. Смотрите, европейские стандарты по оленьнопарковым деревьям, это 180-200. Вот, дальше крона пошла. Вот здесь. 180-200 сантиметров. У нас же в Советском Союзе очень часто делали так называемые полуштамбы. Это то, что, допустим, Семен Андреевич, 8 сантиметров, вот, 80 сантиметров-метр. Это полуштамбы, 80, ну, 120, не даже, бывает, в зависимости там от некоторых культур. Вот, вот смотрите, у вас, возьмем, сразу скажу, самая распространенная, топовая в объеме продаж, это Рудольф. Вот сразу, чтобы вы это знали. И мы говорим о том, что мы можем выращивать, Рудольф, этот, 180-200 штамб, она нужна именно как оленьное дерево. Мы говорим, что 80-120 штамб, полуштамб, это как отдельно стоящий солитер, чаще будут уже использовать и на менее крупных участках. Солитером можно и отдельно стоящий на высоком штамбе, для этого только участок должен быть большим. И кустовая форма дерева формируется очень легко. Однолеточку закупаем у Олега, этот, в питомнике грязневых, да, грязневых, прошу прощения. Вот, тут же ее на пень сажаем, вот, и все, она начала расти. Через год в апреле, та, которая в этот, в этот, более мощный, стволик прирезали. И корректирующая обрезка, три года этот идет. Дальше у вас получается супер классный куст, этот, на 170-200 размер. Например, все, все формы супер востребованы. На данный момент, в особенности кустовая и на высоком штамбе. Вот, вот эти две формы, которые особо востребованы. Самое, ну, чтобы вы понимали, проще всего делать эту кустовую форму. Это вот просто, ну, элементарно. Поэтому, если мы говорим о, допустим, о размере какой-то, то есть мы сразу подразумеваем, что в питомнике мы сможем на основе одного, мы можем назвать один сорт, но сразу можно подразумевать три позиции. Одного размера, прошу, ну, подчеркиваю. Ну, в данном случае по обхватам и по кустам, по высоте меряются. Вот о чем эта информация. Что штамп, полуштамп, высокий штамп, мы бы сейчас проговорили. И топиарная форма. На основе уже, можно, соответственно, полуштамбы, чем они хороши, чтобы вы понимали, на них идеально делать топиары. То есть вы взяли, застригли яблоню и создали шар на штампе. Я вам честно скажу, если бы вы из Рудольфа сейчас бы предложили бы, там, ну, пускай обхват ствола там 14-16 и метр 20 шары, вот, ну, у вас бы просто, у вас бы влюблены были все бы ландшафтницы. Вот, представляете, какое огромное количество людей, красивых людей, были бы у вас влюблены. Поэтому, дорогие краснодарцы из станицы Октябрьская, дорогая Россошь вся вместе взятая, и Мичуринск туда же, хоть немножечко оглянитесь вокруг, мир намного шире, чем этот кизильник и этих плодовые деревья. Вот, это я вот обращаю внимание. И прошу иметь в виду, что можно и все этого делать, когда небольшой участок, а хочется плодовые делать. Да делайте вы шары на штампе, вы будете очень востребованы. Делайте просто не только из Рудольфа, но еще и из Эвереста, о чем мы поговорим дальше о сортовых. Но прежде, чем о сортовых и поговорить, я бы хотел вводную часть рассказать, насколько мир яблонь огромен. Я не буду читать все, что здесь написано. Это можно будет почитать на досуге. Я просто проговорю, какие бывают виды и насколько их много. То есть, представляете, в целом в северном полушарии, все малусы, все яблони, вот, и их около 50 видов. Всех сортов, которые сумели сформировать именно по декоративной, подчеркиваю, их, ребята, сумели, коллеги наши, насчитать до 190. Это мы сегодня проговорим максимум круговую о 20 самых таких важных и заметных. Может быть, я что-то упущу, но то, что я назову, и вы сумеете сделать, то, что мы запишем на доску почета, это то, что вас точно сумеет сделать успешными. Так вот, смотрите, яблоня бурая. Большая часть, большая часть всего это из Азии прибыло. Это те или иные склоны в Китае. Часть в Манчжуре, соответственно, на нашем Дальнем Востоке присутствует. Есть уникальные вещи с Курил, в том числе, то, что мы сегодня обсудим. Вот, значит, яблоня бурая, яблоня восточная, яблоня декоративная. Это в основном виды и некоторые межвидовые гибриды здесь я отобразил, не сорта. Вот, яблоня домашняя, это то, что мы вот как раз на основе чего кушаем. Еще некоторые сибирские сорта, на основе другой яблони были выведены. Яблоня замечательные. Зибальда, вот, кстати, очень красивая яблоня, которая в видовом виде используется. Она раскидистая и очень-очень, действительно, красивая. Яблоня малая, это вот гибрид как раз между ягодной и замечательной. Яблоня манчжурская, мелкозубчатая. Дальше китайские названия. Для нас особое значение имеет яблоня недвецкого. И мы ее сюда сразу выписываем. Недвецкого. На основе этой яблони, на самом деле, видовой, огромное количество и сортовых было выведено. Потому что сортовые вещи, это, как правило, гибриды межвидовые и еще межсортовые. То есть, это, ну, такая, как правило, уже гремучая смесь. На самом деле, когда селекционеры работали на определенную, допустим, краснолистность, чтобы цвела определенным цветом и так далее. Но недвецкого яблоня, это у нас была очень популярна в советское время. Основная декоративная яблоня, или чуть ли не единственная декоративная яблоня, которая массово использовалась в ландшафте, в том числе и в городском ландшафте, закладки парков и так далее. Она есть, допустим, в великолепной красавице, стоит там в Тимирязьской академии. Ну, и во многих ботанических садах есть. То есть, если кто-то захочет найти почки, он это сумеет найти. Но, слава богу, это уже есть и в питомниках, и в питомниках она тоже есть. Поэтому вы ее сможете найти. Родом она из города Тяньшаня. И, конечно же, очень-очень важная яблоня для нас в целом. Дальше, яблоня низкая, обильно цветущая, паласа. Вот на основе паласа как раз и в том числе сибирские сорта, которые очень морозоустойчивы, она участвовала в создании сортов и сибирских яблонь. Итак, переходная и пратта. Вот, это те, которые яблони также использовались. Гибрид пурпурный, гибрид яблони Недвецкого, яблоня Саржента. Здесь на фотографии как раз отображена яблоня Саржента. И мы ее тоже, она раскидистая и очень-очень красивая. Видовая яблоня. Саржента. Дальше, азиатский, вот как раз я говорил, яблоня Сикимская, это с Соколина, те, которые еще, наша природа российская настолько богата, что многие вещи мы еще не добрались и не раскрыли на самом деле их красоту. Итак, дальше, сливолистная яблоня, таринговидная, трехлопастная, хубейская, и вы видите, таринга и ее сорт с мелкими яблочками золотистого окраса. Яблоня Цуми, это японский, яблоня Юньянская, и яблоня Ягодная, либо ее по-другому чаще всего называют Сибирская. Родом она с Дальнего Востока, вот, и с Южной Сибири. И ее используем, вот как раз вы видите, ягодки. На самом деле, для городского озеленения сейчас Екатеринбург, Новосибирск запрашивают в огромных количествах. Ее никто, к сожалению, с советских времен, как ее перестали массово выращивать, она немного есть в небольшом количестве, очень низкого качества в лосе. Вот больше ее нигде, сколько-нибудь нормального нету. Конечно, ее огульно сразу сверху много, не имеет смысла, но, тем не менее, формировать свою нишу и ассортиментную матрицу для специализированного питомника однозначно, яблоня Сибирская, однозначно нужно. Я буду писать названия, те, которые мне привычнее, из тех, у которых, ну, двойные названия. Это то, что касаемо, вот, видовые мы пробежали, чтобы вы у меня не уснули, и чтобы вы понимали, что их много очень. И, этот, если вдруг кто-то захочет заниматься селекцией, как великий ученый наш, ныне действующий и здравствующий Михаил Витальевич Качалкин, короче, поле для гибридизации по яблоням, оно еще феноменально, чего добиваться нашим будущим потомкам в плане селекции. Я бы специально Михаила Витальевича Качалкина хотел отметить, да, Михаил Витальевича Качалкина хотел бы отметить, как один из немногих селекционеров, который упорно занимается работой. И вот здесь вы видите декоративные колонновидные яблони, которые он из года в год выращивает, гибридизирует. Вот вы здесь можете посмотреть, какие разные цветы, по форме, по окрасу, это гибриды, это еще не сорта на этой фото, какие он сумел получить в первые массовые цветения новых будущих сортов. Я этим человеком восторгаюсь, мы лично знакомы, вот, я ему звонил, как раз попросил разрешение его сорта с его сайта взять и использовать у себя в презентации. Вот так вы видите, уже они с ягодами, и здесь я как раз, чтобы вам легче было ориентироваться в работе, отметил его сорта, который он уже вывел и который имеет название. Это китайка красная, розовые щечки, золотой початок, гранатовый браслет и малиновое ожерелье. Малиновое ожерелье и гранатный браслет уже начал появляться на московском рынке кое-где у клиента Михаила Витальевича, что очень-очень радует. И эти, конечно, сорта, ну, по крайней мере, вот, гранатовый браслет и малиновое ожерелье точно уже имеет смысл использовать в ассортименте. Я так вот раскидисто пишу, мы запишем четвертая позиция, два сорта, сорта Качалкина. Будете плохо себя вести, Качалкин вообще вам ничего не отгрузит, потому что очередь к нему за полтора-два года. Дальше идем и трудимся. Обратите внимание, я хотел, чтобы вы посмотрели, что здесь есть золотистые формы, здесь есть красные, более мелкие и более крупные. То есть эти сорта можно смело признать и как сорта двойного назначения. Это когда они, этот, большая часть из них вполне себе съедобные, некоторые очень даже сладкие, их очень часто используют на варенье или на повидло, на такие вещи, эти сорта. Дальше хочу привести ряд западных сортов, по большей части, мне кажется, это немцы вывели. Я хотел бы показать разнообразие, что есть полуколоновидные, допустим, как Адерон Дэк, узкая вертикальная крона. Батербол, наоборот, очень раскидистая, разляпистая, мне такие очень формы нравятся. Голден Хорнет, это мелкие желтые яблочки в огромном, в огромном количестве. Макамик, есть ряд сортов, Макамик, Рудольф, Макума, они очень-очень между собой схожи, Келена, они розовым цветут, с разной насыщенностью. Чем они еще отличаются, это размером высоты итогового дерева и их раскидистой структуры какроны. То есть вот такие есть, и эти, соответственно, сорта, вы тоже можете иметь смысл их выращивать. Вот здесь Ола, это один из самых известных польских сортов, которые вы вывели, и она действительно на нашем рынке имеет устойчивый спрос. Пятую позицию мы пишем Ола. Есть и много различных, я просто отобразил, что они есть, и в этом нужно поглубже. Royal Beauty это наиболее известная, она очень похожа на яблони недвецкого по сути, она похожа, у него красноватые листочки, она зеленеет летом, с прожилками такими остается, вот, и цветет красненькими, и интересные ягоды остаются. То есть я показываю о том, что есть теплокучие формы, и их больше, чем здесь указано, и имеет смысл тоже над этим посмотреть и поработать. Хотел бы рассказать о моем опыте работы с Михаилом Витальевичем. Дело в том, что где-то лет 7-8 назад я приезжал к нему в Ростовскую область, у него два подразделения, в Тульске и в Ростовской области, вот. И он говорит, возьми, я тут нагибридизировал, у меня тут плакучие, они все плакучие, но различные. Я этот взял, и ребятам, питомникологам на моей родине, за деньги помог доставить по 300 штучек. И много-много очень разных, красивых разных, но меня покорила плакучая такая огромная яблоня-семиренка, с вот такими зелеными яблоками, плакучая форма. Это то, что, то есть там много всевозможных гибридов, это то, что очень-очень интересно, и мне так вот в голову врезалось, это огромное плакучие яблоня с огромными зелеными яблоками, жутко вкусными. Ну, конечно, наибольшую ценность у плакучих имеет, прежде всего, декоративные. Это красные и иные виды плодов, с желательно максимально плотной кроной и мелкими листочками. Вот, но к чему я говорю, что Михаил Витальевич, наверняка, еще выведет и классный, супер-классный, а может уже вывел плакучие сорта декоративных яблоней уже российской селекции, за что я очень-очень рад. Дальше, вот смотрите, роллки, вот это темно-красный лист, вот, и темно-красный цвет, вот. И эта яблоня, она не, она очень важная, мы ее обязательно сейчас запишем, и она не переходит в зеленый цвет, вот, она красная остается все лето, только единственное, во второй половине она такая чуть-чуть темнее, знаете, уходит в такой вишневый, в темный вишневый цвет, вот, прямо совсем темное. И вот так, сейчас будет прямая открытая реклама, вот так мы в Ярусе выращиваем Рудольф, как вы видите на этой фотографии, вот, ну, поскольку, да, я слово Ярус сказал, я скажу про всех, я взял фотографии у немецкого питомника Лоренс, без спроса, но я говорю спасибо, я взял у питомника Саватеевых фотографии, я взял у питомника Ярус, я взял в Неваке фотографии для этой темы, и также хотел поблагодарить господина Качалкина, вот, Валерию Горяйну, она мне помогала сделать список, и, по-моему, Валерий Дедух, вот, вот эти люди, которые мне помогли максимально вам подраскрыть эту тему, вот, и за что им всем огромное спасибо, они это выращивают, так что к ним, в том числе, обращайтесь, если это был питомник, вот, то у вас, этот, они вам еще много чего смогут рассказать, и так, вот здесь Роялти и Рудольф как раз перевернем, так, пятая, шестая, седьмая, Роялти, Рудольф, чем Роялти классная, когда в 2008-2009 году была очень-очень жесткая зима, были морозы до минус 38, если помните, так вот, Роялти даже не подмерзленностью в западе Подмосковья, и эта яблоня очень-очень устойчивая к морозам, вот, это уже опробировано, причем на средне-тяжелых суглинках, то есть на достаточно тяжелых почвах, вот, и я вот говорю, что эта яблоня, вот, она прямо для нашего климата замечательная, и ее можно смело, как минимум, на Урале и в Южной Сибири использовать. Вот, здесь сорт Лизет, профессор Спленгер, здесь тоже вы видите желтые яблочки, чтобы вы видели, что декоративные яблони, они двумя, этот, в весенний период, они декоративные, когда цветут, и в осенние, когда яблоки. Некоторые из них намного более декоративные в осенне-зимний период, потому что не все, вот, допустим, та же ягодная яблоня, она не сбрасывает сразу яблочки. И когда выпадает снег, вот, как сегодня, вот, это невероятная красота, это какое-то чудо. К ним, конечно, многие боярышники в этой же черте, но яблочки, когда, да, они наиболее красивы, ну и, конечно же, мы радеем за природу и за то, чтобы быть экологичными и полезными для природы, это является большим подспорьем для всех наших дикой живностей, а прежде всего, дроздов. Вот они, этот, лопают, пьянеют и падают, короче, вот, от забродивших ягод, любители этой рябины, да, 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 сверстель, ну, то есть, есть ряд птиц, которые, конечно же, за счет этого выживают. Поэтому, Рудольф, сразу скажу, чтобы не забыть, от всего объема можете в этих трех вариантах, формах Рудольфа всего по деньгам формировать половину, это то, как на данный момент рынок устроен, то есть, она невероятно востребована и невероятно ее много нужно. Она востребована, ну, просто так сложилось, что на нашем рынке она наиболее раскрученная. Ну, и, конечно, она очень, очень, очень действительно красивая культура сама по себе. Дальше, стрит-парад. Это, этот, на, кстати, на основе ягодная выведенная, очень хорошая зимостойкость и цветет белыми огромными цветами, простыми, но белыми огромными, и она чем хорошая, она сама по себе очень сильно рослая, то есть, ее часто формируют так полу-кустом, иногда деревом с низким штамбом. Вот, мощная, огромная дерева. Это стрит-парад, мы этот, Red Sentinel и Everest. Вот, Роялти, значит, из всех западных сортов, Роялти, Рудольф, стрит-парад, Red Sentinel и Everest, это вот пять сортов самых топовых, чтобы вы понимали, да? Я очень медленно пишу, стрит-парад, мы перевернем. Так, у нас семь, мы закончили. Стрит-парад, парад, так, это восьмая у нас будет, девятое, Red Sentinel, Red Sentinel это маленькие яблочки, красненькие в огромном количестве, невероятно красивая яблочная. Это Sentinel и Everest. Эверест это огромные белые цветы, вот Everest, я думаю, что после Рудольф на втором месте, это по популярности. Это когда по количеству вы будете формировать сколько штук. Everest. Так, вот смотрите, мы уже до десяти дошли. Когда до двадцати дойдем, это означает уже точно успешный питомник. Так вот, значит, некоторые деревья, они имеют большую карликовость, некие меньшую карликовость. Это вы имеете в виду, обязательно изучайте более глубоко, чтобы понимать, какие междурядия, под какую схему посадки их использовать. Соответственно, в зависимости от формы, кустовым деревьям нужно чуть больше места, а ленопарковым чуть меньше места. Соответственно, вы это учитываете, чтобы сразу экономику просчитывать и чтобы вы были максимально выгодны и прибыльны. Вот, смотрите, достаточно новый сорт, который только выходит на рынок, только разворачивает в продажах. У него уже, очевидно, наметились огромные плюсы. И есть определенный минус. Это Брэнди Мэджик. Я хотел бы рассказать о плюсах, что это наиболее махровое розовое яблоко. Более махровых еще не встречал, еще вроде как даже не вывели. То есть, это реально очень-очень красиво. То есть, у него цветочки, как розочки маленькие. И достаточно крупные. То есть, они в диаметре, ну, не знаю, 2,5 до 3 сантиметра. Я видел, как она цветет. Это, конечно, поразительное зрелище. Но есть также уже и определенные минусы. Из Брэнди Мэджик она не очень стремится к одноствольности. То есть, у него, ну, назовем так, опекальное доминирование слабо выражено. То есть, это надо понимать, что практически все сорта это мутанты те или иные. Так вот, этот мутант не хочет ровно и прямо расти. Это, знаете, как с Хупсией, с елкой, ее замучить, выпрямлять, выравнивать. То есть, что этот сорт очень, и вот почему в Европе он выходит из оборота. Да, яркие, красивые хвоинки. Но потому что с ним очень много мороки. Так вот, Брэнди Мэджик не будет никакой мороки, если вы будете кустовым способом выращиваться. Сейчас я специально посмотрел в Империал 3-3,5 метра. А это где-то, чтобы вам не соврать, ну, это где-то, ну, вот если в Черноземье, допустим, выращивать, это 8-9 лет. И 9 лет, короче, 1 леточка и 2 цикла, да. Есть 9 лет. Короче, этот, продается она что-то в районе 200 тысяч. То есть, это означает, что по опту кустовую, такую, вы сможете от 90 до 120 произвести и реально продать. Так вот, мы из этих яболь запишем этот, Брэнди Мэджик. Чтобы мы новинки были, и новинки интересные. Почему я сейчас вам рассказал, что не для всех культур имеет смысл все формы делать. Для самых топов имеет смысл. Но то, что мы только вводим в культуру, то имеет смысл, и учитывая ее особенности, на некоторых растениях, только одну форму делать. Вот Брэнди Мэджик, это кустовая форма. Знаете, что в целом кустовые формы сейчас по декоративным яблоням, в целом, намного в востребовании. Даже чем Олейно-Парковых. Хотя Олейно-Парковых сажают в городах достаточно много. Просто они невероятно в Германии дорогие. Вот, я вам приводил пример этот, 60 тысяч там за десятилетку. На самом деле это были такие цены. Вот последние цены, которые выдают немцы, они просто шокируют. Это означает, что весной и в отечественных питомниках цены подпрыгнут. Поэтому при умении работать с рисками, с себестоимостью, вы можете достичь феноменальной прибыльности у этого формата питомников, чтобы вы это имели в виду. Здесь, кстати, многие деревья, и сразу указывается, что дерево или кустарник. Вот, некоторые формы, ну, они действительно по полукустарникам растут, так же, как и многие-многие боярочники и в целом другие культуры. Особое место я вынес нашим райским яблочкам, то, что с детства, а в целом это китайкам. Вот. Дело в том, что первым отечественным плодовольствием китайки, как исходный материал для селекции, Иванов Владимирович Мичурин использовал в различных вариантах скрещиваниях и так далее. И китайки вплоть до Урала вполне зимостойкие, то есть у них повышенная зимостойкость в нашей зоне вообще без проблем. Я бы хотел отметить такие китайки, как, тут Пепенко у меня попалась, то есть из всех много красивых и классных, но я бы хотел кандиль китайку, и особенно китайку кер, и мы запишем одну китайку кер вот сюда. Я думаю, что ландшафтники меня поддержат в моем выборе, но я постарался все показать китайки, которые есть, и хочу, ну, чтобы вы знали, что они есть, вот как раз китайки и в кустовой форме, и на высоком штамбе, их очень хорошо выгонять, они сильно росты, между прочим, вот, поэтому на некоторых сортах не получится сильно росты сделать, потому что они имеют полукарликовость, и есть такие сорта, но видовую саржента вы никогда нормальным штамбом не выгоните, к примеру. Так вот и здесь, эта китайка, это очень сильно росты все, и можно ее выгонять, как раз, как и гибриды на основе яблони сибирска, самую яблоню сибирску выгонять на высокие штамбы 180-200, вот. Ну и привел, конечно, китайку золотую раннюю, и китайки все, это тоже растение двойного назначения, когда и вкусные, их можно плоды использовать, и в то же время, этот, и в то же время, очень-очень имеет высокую декоративность. Вот, ну и здесь указано, что в сибирский ассортимент, так ее и не вложили, этот, единица в сланцевой форме. Вот это как раз о чем сегодня Олег рассказывал, если китайку, этот, на карликовый подвой, и в условиях Сибири, это будет вырастать не очень большое, это деревце, но в Западной Сибири, допустим, там, где очень много снега выпадает, бывают проблемы в Южном Урале, где снег сдувает, и, собственно говоря, очень жесткий мороз бьет прямо по земле. А в Западной Сибири очень часто морозом все-таки очень, ну, забрасывают капитально, и в этом случае, этот, китайки будут очень, особенно на карликовых подвоях, очень отлично зимовать, и я бы вот все-таки рекомендовал для частного использования, да, там, не надо планировать производство в Китае, в Китае, господи, производство китайки в Сибири планировать, но, тем не менее, на участках частных, которые имеют заборы, дома, на южных сторонах, она отлично будет расти и в Сибири, и в, ну, в Юго-Сибирском так уж точно, там, в Барнауле, вот, 100%, там, тем более, там, на юге Сибири уже полноценные черноземы встречаются от этого яблони просто в удивлении, прутся просто. Так что, короче, я считаю, что это точно имеет смысл использовать их как и декоративные яблони. Ну, вот, значит, про яблони, я надеюсь, вам, у меня получилось вам донести, что мир этот огромен, вот, и у нас получилось по яблоням, значит, 12 позиций, которые мы у себя в питомнике уже выращиваем, вот, в потенциальном питомнике, ну, назовем питомник Воронеж. Вы мне сказали, чем хороша китайка керта, что она... Она, она этот, у него этот, ярко-ярко-красный этот, она, ну, не очень крупная, ярко-ярко бочки как красные, то есть она просто очень красивая, декоративные свойства, высокие, и в целом китайка это, ну, это высокоросый, это по большей части растения. Давайте теперь перейдем к грушам, у нас много плодовых на самом деле, но дальше вариаций, которые в нашей зоне можно выращивать, конечно, меньше. На юге больше, но я все-таки брал по большей части центральную Россию, вот. Тем не менее, есть и очень-очень зимостойкие культуры. Значит, груша уссурийская, также в Советском Союзе, как и яблоня сибирская, использовались в городском озеленении, в этот, не только Дальнего Востока и Сибири, но и вполне себе центральная Россия, в том числе и северных регионов. Груша уссурийская спокойно выдерживает морозы до минус 45, и это самая зимостойкая и морозостойкая груша среди всех-всех-всех. Она имеет крупный, простой цвет, вот, и является достаточно долгожителем. Груша уссурийская до 150 лет живет, вот. Ну и также, что про нее хотелось сказать, она имеет достаточно компактную форму, не супер раскидистую, вот. Она такая собранная, вот. И, конечно, в этот, она является достаточно, как и все груши, заскоустойчивой. Следующий экземпляр я привожу, тот, который абсолютно уникальный. Это груша иволисная. Хочу вам рассказать одну историю. Глубоко уважаемая одна из наших клиентка, вот, ландшафтница, вот. Вот, мы сидим в Ехимках возле какого-то отеля, в кафе, обсуждаем бы проект. Вот она говорит, что мне нужно будет то, то, вот. И говорит, смотри, этот, как ты думаешь, что это? Вот, дерево стояло, хорошо видно было через стекло, вот. Стояло от нас где-то, ну, в 80 метрах приблизительно. Я говорю, ну, так, ну, этот, Ива, что-то, 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 этот, начинаешь ты надо мной издеваться. Ну, это не Ива, я говорю, не может быть. Короче, вы представляете, если бы, вот, я, я, я не поверил, что это не Ива. Я подошел, и только когда я груши увидел, блин, это было, это был август, конкретные маленькие груши. Я был потрясен до глубины этой души. Это было по моей молодости, вот. Я тогда еще не был, я только был начинающим питомникаводом, я уже был питомникаводом начинающим. И вот таким образом в городе Химки, Подмосковье, я увидел этот, Ива, лесную грушу. Мы как раз обсуждали сейчас с коллегой, что она имеет не плакучую форму, она имеет повислую форму. То есть у нее тоненькие побеги, вот, и они свисают. Вот, вот то, я ее видел именно такое, как здесь на фотографии, и такой же серебристый. Она имеет невероятно декоративный вид, она морозостойка, вот, и, конечно, это очень недооцененная культура. Я думаю, что в специализированном питомнике она бы пользовалась бы огромным спросом, и мы ее обязательно запишем к нам в список. Многие бы возмутились, бы сказали бы, записываю и уссурийскую грушу, и если вы, допустим, сразу на будущее ориентируетесь, в том числе на север продажа, если вы в Екатеринбург, миллионники Сибири и Урала берете в себе в клиенты, то тогда точно уссурийскую надо писать. Если вы ориентируетесь только на европейскую часть России по продажам, в зависимости от того, как вы хотите продажи развернуть в будущем, то в этом случае уссурийскую грушу не обязательно писать. Мы напишем то, что железобетонная. Груша его-листная. Также хотелось, последнюю я забыл подписать, значит, это груша лохолистная. Чем она примечательна? Она, конечно, не такая декоративная, как его-листная. Обратная сторона ее мокнатенькая и тоже серебристая, но она имеет абсолютную... Она, короче, в пустыне. Это для Астрахани, для Волгограда. Это абсолютно устойчивые именно в городе культуры, которые смогут жить очень-очень долгое время. То есть, для этой груши тоже находится в нашей огромной стране по сложным климатическим условиям место, где она бы великолепно росла и, конечно, радовала бы городских жителей. Она чуть меньше зимостойкость имеет, но зато она действительно поистине абсолютно зазыкоустойчива. Чем шикарно именно и является лохолистная груша. Дальше. Слива растопыренная. У нее много сортов. Это хисей, писарди, цистена, нигра, ткемали и так далее. То есть, это огромное количество сортов у этой сливы. И это основная именно слива, основная декоративная. Потому что там иногда и китайскую сливу в декоративные заносит. Но китайская слива, она более колонновидная, более собранная. И, конечно, есть там краснолистные культуры. Но все-таки это по большей части ее используют на плоды. То есть, у нее есть краснолистные культуры колонновидные. Ну, формы колонновидные. С красными плодами. Но все-таки плоды очень вкусные. И ее в основном на плоды. И растопыренную сливу, конечно, больше либо на закрытых участках, то есть, она у нас подмерзает в Подмосковье, в Центральной России. Но на юге это дерево имеет огромное значение. И вот особенно в Писарде, я уверен, что ее очень много выращивают. И, конечно, для южного климата я очень рекомендую ее использовать за счет очень раннего цветения. По вишням, вы знаете, колоссальное количество... Очень часто мелкопиличатую вишню называют... В том числе ее называют сакурой. Это не так. Я был лично в Японии. Вот, значит, очень много различных сакур. То есть, сакура, а вообще слово, это объединенное название для многих-многих видов. Возможно, даже родовое. Я, к сожалению, не знаю. Но я внимательно всматривался по фотографиям на структуру роста. Вы, я надеюсь, видели, что это невероятно огромные деревья, на самом деле. Вот. То, насколько разные цветы и так далее. Вот, значит, мелкопильчатая вишня это то, что в Европе наибольшие используют. Вот. И, конечно, за счет того, что она имеет огромную махровость. И, ну, вся западная, там, я видел в Берлине, да, в Париже. То есть, полностью усыпана именно вишней мелкопильчатой. И очень часто делают на высоком штамбе прививку. Вот. То есть, скорее всего, одни корни. Уже второе растение, это ствол. И прививают именно мелкопильчатую, чаще всего, сорт канзан используют непосредственно в Западной Европе. Это вишня, конечно, для юга России. Она невероятно красивая. И я призываю Краснодарский, Ставропольский край, Дагестан использовать то же самое. Только часто прививают на невысоком штамбе. Вот. Вот. Она как раз, ее имеет смысл и на среднем штамбе, и на высоком. И даже кустовую форму делать. Это невероятная вещь. А уже в ландшафте каждый будет использовать ее для различных целей. Но для города ее используют, прежде всего, на высоком штамбе. В 2 метра. Также для Центральной России, для закрытых мест и для Черноземья, я бы рекомендовал использовать вишню железистую. Это тоже очень-очень красивая. Есть 2 формы, альба и плена. Вот. И, ну, соответственно, белая и розовая. И она имеет большую зимостойкость, но она вообще не терпит никакого замокания и тяжелых грунтов. Вот это сразу предупреждаю. В целом, косточковые не любят тяжелые грунты. И особенно, но не терпят вообще никакого замокания. У нее тут же цепляется куча болячек. И ее болячки просто очень быстро добивают. То есть, в этом плане, конечно, вот имейте в виду эту особенности для косточковых в целом, но для вишен в особенности. И мне очень, когда я был в питомнике Ахмичетта, у Риты и у Бориса в гостях, мне очень понравилась вишня песчаная. Вот. Она тоже серебристый окрас имеет. И очень-очень колоссальное количество ягод по осени. Вот. Она служит часто как... Она по... Корнеобразования, то есть, по побеге попускает. Вот. И она прошивает песок. То есть, она будет и в сибирском регионе, и у нас была бы великолепным укрепителем всевозможных этих откосов, песчаных в дорожном строительстве. Было бы, как и та же роза, ругоза, там многие вещи просто незаменимы. Вот. Поскольку очень-очень имеет такую хорошую способность и рассеет прямо на песках. Я ее отметил, поскольку у нее серебристый цвет. И, конечно, на Урале, в Сибири не так много вариантов. Но, тем не менее, вишня песчаная, она цветет простенько, но она рано зацветает. И, конечно же, она очень красивая. Я сюда не успел добавить, но сразу говорю, сюда я бы, чтобы не забыть, это миндаль степной, безусловно. Поскольку он у нас на Урале растет. Года два назад, если не ошибаюсь, я его обнаружил в природе, недалеко от питомника Яруса. Я ездил по округе, вот. И смотрю, розовеньким цветет. Что такое? Подъезжая, я вижу, что это степной миндаль. Я был, ну, удивлен до глубины души. То есть, вот его ареал, естественный ареал, как раз вот этот, северо-запад Липецкой области. Вот я встретил, что меня очень-очень порадовало. Вот, ну, я знаю, что трехлопастной луизиане, вот, отлично в условиях там и юга Урала, вот, растет. Поэтому трехлопастной миндаль, то тоже можно использовать и тоже в засухоустойчивых местах. Он великолепно себя чувствует. И это очень-очень декоративное и красивое растение, этот миндаль. Вот, что хотелось бы сказать по этим. Также миндаль часто используют и в Европе, и у нас на юге. Можно его использовать, этот, на штамбе прививать. Вот, и делать либо просто в свободную форму, либо формировать шар на штамбе. Тоже будет очень-очень красиво. Я думаю, что мы из этого запишем списка, этот, вишню железистую и два ее подвида, и Альбу, и Плено. Но для юга, вот, сразу говорю, миндаль трехлопастной и этот, мелкопиличатую канзан, сто процентов тоже надо включать. Четырнадцатая, вишня, железистая, две формы, две, две формы. Так. Идем дальше. Очень много в Советском Союзе классных вещей сделали. Из Дальнего Востока притащили такие, как, там, клен Геннала. Вот. И среди них и абрикосы манчжурские. Вот. На самом деле я не сумел идеальных фотографий. Я в Лосе очень много его закупал, привозил. Когда еще до питомниководства в озеленении работал. И привозил его на московский рынок. Мы его сажали. Он багряный. Он очень похож на багряник японский, короче, по окраске листвы. Вот. Он, как правило, значимо более красный. Вот. И намного-намного наряднее, чем вот большие деревья, которые я сумел найти. Очень рекомендую. Это морозостойкое дерево. Также важны субпесчаные почвы. Ну, легкие почвы по посадке, если вы хотите, чтобы долго и успешно росло. И эта культура, которая у нас, допустим, если кто-то, особенно японские сады, или кто очень хорошо заморачивается под цветовым гаммом осенним, ну, что я считаю, для любого ландшафтного сада важно, если это не регулярный, допустим, стиль, вот, а пейзажный, то очень рекомендую к использованию. Достаточно устойчивый. Он растет как либо маленькое деревце, такое корявенькое маленькое деревце. Не пытайтесь найти этот 180-200 штамп ровный. Ничего, вот этого невозможно. Вот. Мне так кажется сделать. Либо это чаще всего, знаете, 3-4 метра, это кустовое дерево такое. Ну, тут тоже даже кусты, он все равно корявенький. Но реально очень-очень красивое растение. И я знаю даже, что на основе манжурского абрикоса и других абрикосов Мичурина выводил новые сорта, которые мы сейчас используем, допустим, в каком-то количестве манжурский абрикос, там, в Жигулевском, сейчас, Саратовский рубин, это северное сияние, вот в этих сортах абрикосов манжурские тоже присутствуют, поскольку из всех абрикосов у него тоже зимостойкость самая высокая. Вот облепихи. На самом деле, облепиха в природе у нас в России растет на юге Даневого Востока, в Сибири очень много, и на сопках, на тех или иных сопках в целом, на определенной высоте. И когда я окунулся в мир облепиха, облепиха это классическая культура двойного назначения. Все карликовые формы с оранжевыми и красными ягодами, они невероятной красоты обладают. Также облепиху имеет смысл сажать в городских условиях все так же, как и песчаная вишня. То есть на откосах она, у него, кстати, пока не забыл, важно, что плохую корневую имеют все груши и все облепихи. То есть для них, допустим, нужна дополнительная подготовка корневой системы для пересадки, поскольку очень резко идет за водой растения, и там, короче, у груши это нормальная корневая, это одна палка и 2 или 3 вбок. Если 3, это уже потрясающая корневая. Вот то же самое и яблепихи. И в крупномерах у них отпад в целом побольше, чем у яблони, у нас яблони, допустим, слива, я лично все рекламации по своей работе рассматриваю, то у груш и у облепих повышенные. То есть это норма, что у них будет до 10, иногда до 15% отпада по крупномерам. На яблони, вишнях, в следствии другой корневой, такого просто не бывает. Вот это как бы особенность. Тем не менее, я специально выискал сорта, которые именно чтобы облегчить вам работу и специально, чтобы вы могли использовать. Этого не нужно много. Это нужно для того, чтобы показать. Пускай, допустим, если у вас ряд там 100 метров, вот, и вы будете сажать, ну, там, шаг этот, сколько там, 2 метра, то на 100 метров вам 50 штучек. Вы посадите один ряд и несколько сортов, вот. Я бы, конечно, этот, просто бы, и красный факел, самый из красных, красноплодных облепих, самый известный. И я бы этот, красный факел бы, включил бы облепиху сюда бы. Красный факел. Что хочется еще сказать. Благодаря тому, что в Сибири, в этот, то есть, есть целый институт облепихи. Он в этот, находится в Барнауле. Вот, там навыводили невероятное количество сортов. Правда, очень много. Вот, поэтому с ними надо дружить, общаться. Это, это, этот научно-исследовательский институт бы бывший, то, как это было там в Октябрьском, в Ростыше, в Мичуринске, точно такой же и в Сибири. И вот они вот там очень-очень качественно занимались облепихой. Облепих очень много. Они бывают сильно рослые. То есть, это бывает облепихи реально до 8 метров. 6-8 метров такие тоже бы бывают. Вот, но в озеленении, и эти облепихи точно имеет смысл использовать в городском озеленении, в том или ином. А в частном озеленении, конечно, полукарлики, этот, там, с яркими плодами, ну, намного-намного декоративнее. Потому что в осеннем, при серебристых, ярко-серебристых листве, вот, осенью, ну, она невероятно красивая, если кто-то помнит, именно полукарлики. Потому что я, допустим, в Владимирской области в питомнике видел, взрослые деревья, но они до 2,5 метров. Вот, ну и в ширину она такая же, 2,5 метров. И вот усеяна, на нее смотришь, вот серебристые, контрастные, серебристые, ну, тот сорт, я не понял какой, вот, но она ярко-оранжевая была, вот, смотрелось это феноменально. И я считаю, что те сады, которые я вижу в группах профессиональных, ландшафтных, я считаю, что эта культура явно недооценена нашим ландшафтным миром, что можно делать интереснее, этот, вот, с этой культурой двойного назначения. Значит, красноплодные я вам показал, вот, оранжевые здесь я вам показал. Вот мы, кстати, в Ярусе, сорт Юлия, в этот, она реально такая, этот, ярко-ярко-оранжевая, вот. И если желтых, желтых очень много, то есть видовая она тоже желтая, облепиха, этот, и много-много всевозможных сортов. Здесь еще надо будет смотреть. Да, она имеет шипы. Я не понял, какая бесшипная. Вот, и много желтых, то есть по одной из сортов, как бы, тоже рекомендую выращивать у себя. Да, ну, учитывайте по облепихе, важно, что это двудомное растение, вот, то есть не забывайте про это, что есть мальчики и девочки, вот, и на одного мальчика хотя бы там, вот, 3-5 девочек, вот, короче, имейте в виду это. Если вы хотите, чтобы она полноценно, качественно плодоносила. Либо в питомнике, это, этот, на, ну, один ряд мальчиков, если, ну, если нулевой, кто ноль плюс выращивает, этот, если уже разделил их, да, то имеет смысл этот, один ряд, и слева два ряда, справа два ряда, вот таким образом это делать. Ну, вы знаете, сортовые рябины меня в этом году, в августе, в конце августа, начале сентября был в ярусе, они меня потрясли, то есть, ну, я гранатную ел, вот, в грозди, вот, как этот, неудобный себе с коровой, короче, корову, вот так вот, обдирал, ел, это было невероятным вкусом, это сентябрь был, как раз, по-моему, даже, да, точно сентябрь, потому что был первый заморозок, и она была, вот, то есть, уже вообще не вязала, и она была просто невероятно фантастически вкусная, вот, это доказательство того, что в Советском Межсоюзе выращивали, чтобы витамины были и в Сибири, и в любых регионах, то есть, благодаря облепике рябины мы могли в Сибири выживать долгое время, готовясь к труду и обороне, как там, с загнивающим западом, да, ну, в принципе, посмотрю, ничего не меняется, вот, и поэтому очень рекомендую, короче, рябинки завести-то, вот, с облепиками для витаминок-то, вот, ну, а если серьезно, то поосник, красота рябин, она феноменальна, учитывая, что очень долго не сбрасывают ягоды, и я хотел отразить сразу те сорта, которые мы выращиваем, рябинками, которые имеют смысл как двойного назначения, как вкусные, вот, и это также для красоты использовать в этом питомнике, особо, то есть, сразу предупреждаю, что часть из этих рябин можно в олейном варианте использовать, такие, как, вот, допустим, Невежинская, Алая Крупная, Десертная Мичурина, Сахарная Петрова, Дочка Кубовая, вот, но гранатную и бурку вы никогда не заставите, это, сколь-нибудь, быть олейной, вот, гранатную максимум на полуштамбе можно хоть какой-то стволик там, вот, и дальше как крона, вот, бурку вы никак, это, 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 это мощный куст, вот, и я предлагаю сразу записать, ну, давайте, я предлагаю вот гранатную, Невежинскую, ту, которую очень знают, и какую еще, кто хорошо рябинок знает? Рябинок нигде не найдешь, Сахарная Петрова тоже не найдешь. Вот, 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 мне подсказывают, поэтому мы Алую Крупную, как, вот, точно понятно, где его купить, напишем, да, три рябинки запишем, у нас позиции побольше получится, потому что я тут объединяю некоторые вещи, вот, в одну, это действительно здесь, Михаил прав, зависит сильно от того, где вы находитесь, в каком контексте живете, поскольку у нас страна большая, и где вы найдете те или иные сорта, но, но гранатную, вот, находите, вот, при любых раскладах, и она в целом в питомниках появилась, заказать ее можно. У нее вот это такое уже есть на самом деле, или это картинка? Не-не-не, она, 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 она как вишня, короче, она в сторону вишни переходит, когда полностью созревает полноценно, вот, вот, вот такой она в конце августа, а потом она в вишневый цвет, то есть, этот, и, да, да, в бордовую, да, в вишнево-бордовую, вот, ну, вот, в реальности между гранатной, как здесь указано, и буркой, вот, вот, если два цвета вот их смешать, будет зрелая гранатная. Вот эти сорта, значит, точно в этом питомнике специализированных по, этот, по декоративным плодам имеет смысл использовать. Если питомник очень крупный, то все, если питомник не крупный, то, ну, точно три позиции, это то, что днем с огнем не найти сейчас. Ну, мы рассматриваем декоративные плодовые, потому что, допустим, Европа делала декоративные, как бы, не плодовые резины, но разные по форме ствола, свежий ядр. Да, 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 этот, в этот, в Европе гнались исключительно за декоративностью, вот, либо там на плоды, но так получилось, короче, этот, наш дорогой Иван Владимирович, короче, этот, Мичурин, вот, короче, их совокуплял, совокуплял, вот, и у него этот, этот, ну, вы же знаете уникальности этот, допустим, той же гранатной, что там есть боярышник, присутствует, там, там есть и рябина, мишка, что там еще, и там, по-моему, чуть ли не груша, там, вот, да, то есть там такое, там плодка, такое гибриды, то есть все эти рябины, они гибридные, глубокие, то есть межвидовые гибридные, то есть это там термоядерная смесь, вот, поэтому у нас в итоге получилось и очень красиво, и очень-очень вкусно, но не штамбово, короче, не одноствольно, вот, но это касаемо этого сорта, крупная же ала, отличное этот, красиво, прекрасное дерево, само по себе получается, да и многие другие уверены, так что я очень рекомендую их тоже использовать в этом формате. здесь хотел бы добавить, что наши еще бабушки ели и черемуху, у меня в детском саду черемуха посажена, и было раньше в советское время даже много сортов черемухи обыкновенной, именно съедобной, а на сладкую делали люди, но как только мы дорвались до западных благ, вот, к сожалению, черемуха отошла на этот, на задний план, если кто-то говорит, что мы очень плохо живем, но ни разу не ела черемуху, вот я ее ел, вам честно скажу, и она мне очень, вот, да, вот, и это вкусная вещь, в детстве я был этому рад очень, вот, то, ребят, мы в целом зажрались, мы живем в счастливое время, когда мы можем заниматься любимым делом, что очень-очень ценю личное я, вот, но не будем о политике, да, вот, русспитомники АППМ тоже огромное спасибо, конкретно эту фотографию я взял из АППМ с сайта, вот, и хотел бы сказать, что именно эту Валерия Горяйнова черемуху очень-очень рекомендовала, вот, только она не сказала, где взять, что-то мне подсказывает, это будет колоссальная проблема, но может быть в ботанических садах У вас где какого цвета будет, красный, черный? Я думаю, что темно-коричневый, как этот, у большинства, потому что, ну, обыкновенный других я не видел ни разу, именно у обыкновенной У красноплодной это позднее, это черемха, а у обыкновенной этот, я не видел именно красные, потому что черемок много видов, вот, вот, то, что ты говоришь красный, это у черемок позднее, вот, и, значит, к этому я хотел еще добавить точно будет топовая черемуха Шуберта, вот, вот, вас уверяю, что в этот питомик стоит записать две черемуки. Шуберта, да, это распускается этот зеленым, а потом она становится краснолистым, поэтому, если вы купили Шуберта, но она у вас распустилась зеленой, не спешите в этот, убивать и этот, терзать тот питомик, который вам продала, она у вас очень скоро покраснеет, скорее всего, но не обязательно, вот, тогда это просто не будет черемуха Шуберта. черемуха, черемуха, две штуки, можно черемуху даже, конечно, и три, потому что та-та-та же дальневосточная молока, она тоже очень-очень красивая. Ребят, еще для южного климата хотелось бы добавить это уникальное растение, очень любимое, я и на Украине его видел в Бердянске, в огромных таких размерах, и у нас на юге, это плакучие шелковицы, вот, это я хотел сказать, что из плакучих форм, культуры двойного назначения, которые и красивые, и она плодоносит, просто значимо слабее, вот, то призываю вас тоже это растение выращивать не только в виде привилки, но и в больших крупномерах. Вот это те растения, про которые я хотел сегодня рассказать, и очень-очень хотел бы, чтобы вы расширили свои ассортименты и стали в целом более интересны нашим клиентам, это ландшафтным дизайнерам и архитекторам, садовым центром, строительным компаниям, вот, мы таким образом завоевываем популярности, формируем мы свои нишевые продукты, и также мы становимся значимо интереснее и на нас больше обращают внимание, мы тем самым еще и расширяем рынок, потому что если человек никогда не видел железо-вишни, вы предлагаете одно, второе, третье, вы этот, если вы покажете еще на цвету, предложите в садовых центрах железо-вишни, вы будете точно это продавать, потому что это уникально, красиво, я вас призываю к расширению ассортимента и завоевыванию нашего отечественного рынка и быть успешными питомниководами, огромное вам спасибо. Посоветуйте, если крупномер в контейнере не продали за один сезон и он был в горшке, здесь очень важный контекст, это в питомнике произошло, то есть вы крупным опытом производите в питомнике или это произошло на садовом центре, это разные вещи, если в питомнике, то просто надо, да и даже в садовом центре вам ничего не останется, как просто переводить в больший горшок вот, и подкорректировав крону, засыпав хорошим количеством удобрения, пролонгированное действие, это то, что эффектнее всего будет для этого растения. Выращиваются ли декоративные яблони и семян? Вот смотрите, я видел сеянцы, что делают в целом в Воронежской области по, ну, во-первых, видовые, да, все вы сможете яблони видовые, зибальда, о которой мы говорили, выращивать с семенами без проблем, серженте тоже самое, вот, это которое имеет смысл выращивать из списка, но по недвецкого что делать, сеется, вот, и потом у них, она гибридная, она очень-очень внутри своего вида, как вам сказать, как голубая елка от зеленого до ярко-голубого, точно так же там, до сильно красного, до зеленого с красными прожилками. Так вот, ребята сеют ее в большом количестве и потом, когда она распускается там третий-четвертый лист, она проявляет свои четкие признаки по цвету, и они зелененько прорывают просто, вот, и получается такой, ну, селекционный материал, назовем это так, вот, то есть, вот таким образом производят видовую яблоню, чем она классна, она, этот, корни собственные, что для долготы жизни, вот, как раз для города важно, и ее пересадить на обратный рост, что можно выгонять ровные, этот, крупные стволы, вот, то есть, это имеет смысл делать точно, особенно по яблоню медвецкого, просто вам гарантирую это. Какие подвои используются для всех этих сортов яблонь? Я специально задал вопрос Олегу по подвоям, по регионам, это и спаразитировал на предыдущих двух, вот, потому что это все касаемо то же самое декоративных яблонь, вот, все, что Олег посоветовал по зонам, это касается и декоративных яблонь, учитывая особенности этот, северных климатов, что карликовость будет сильнее проявляться, как бы, чтобы это имели в виду. Так, как утилизируются в питомниках растения некондиционный пересорт, в том числе переросли по стандарту? Переросли по стандарту, это означает, что служба продаж плохо сработала, либо ассортиментный перекос в двух случаях, либо вы не умеете продавать, плохо как этот продавали, либо, то есть, ну, если вы Рудольф перерастили, то есть, она у вас переросла, то, кто занимается продажами, надо просто выгнать, то есть, если вы сам собственник не сумели продать, наймите нормального продавца, потому что вас надо от продаж и от клиента убрать просто, вы вредителем для своего предприятия являетесь, вот, если вы Рудольф, к примеру, ну, бывает, правда, перекосы, у нас даже, там, рябин у нас в ярусе сортовых колоссально не хватает, а в видовых, ну, этот, как бы, не успели все продать, но у нас только рябины не проданы, вот, все остальное практически продали, вот, поэтому, вот, здесь все-таки некондиционные, то есть, мы уничтожаем деревья, связанные только с заболеванием, мы их, этот, выдергиваем, задняя навеска трактора, либо руками и сжигаем, мы их собираем, специально есть место для сжигания, мы все больные растения просто сжигаем, вот, так мы утилизируем и очень советую делать то же самое, собственно говоря, относительно утилизации, чтобы мы, этот, не продали декоративную яблоню, такого в жизни ни разу не было, таким опытом не могу с вами поделиться, уж, извините, буду стараться этого не делать. Для выращивания на Западном Урале, а конкретно юг Пермского края, весь список, который вы сейчас составили, подойдет? Нет, не весь список подойдет, я бы, этот, не весь, потому что вот косточковые, вот эта черемуха нормально будет, с вишнями будут сложности, практически уверен, только с песчанкой не будет проблем, с черемухами не будет и проблем с яблонями, если, проблема в чем, что если вы возьмете с западным подвоем, будут сложности, но если вы на 54-118 возьмете для себя яблони из описанных сортов, в большинстве случаев не будет, за исключением тех, которые бывают раз в 8-10 лет сильнейшие морозы, вот, и тогда будут обмерзать цветочные почки на некоторых сортах, но этого не будет происходить, вот, просто у вас уверяю, до минус 38 на Рудольфе и на Роялте не будет этого происходить, и это уже проверено мной лично в Неваке. Декоративные яблони и груши при должном уходе ежегодно будут цвести или периодично, у вас есть данные такие? Видовые, я видел, что они всегда цветут, вот, видовые конкретно, та же нервецкая, она цветет каждый год, то, то, что я вижу, может быть интенсивность слабая, я здесь однозначно точно не могу сказать, потому что предположу, что этот фактор еще сильно связан с условиями, засухи, почвы и тому подобное, я думаю, что с этим связано, но груша уссурийская цветет каждый год в лосе, то есть видовые с большей вероятностью будет вести каждый год, нежели какие-то сложные мутанты. Так, какой лучший подвой для маточника, кроме семенных? Ну, по подвоям, я надеюсь, усыпал, посмотрите, первую часть, там очень качественно все отвечено, и это полностью совпадает с тем, а также для декоративных яблони. В северном регионе при минус 40 зимах есть ли шанс на жизнь таких яблонь, какой подвой лучше использовать в этом, короче, в северном регионе при минус 40 используйте яблоню сибирскую, иногда подвой не будет совпадать с некоторыми, то есть надо найти правильные пары, я так в корневую шейку, а повыше, то есть, ну, будет у вас делать, формировать условный этот, на сибирке, на этот, формировать этот, на штамбе, вот, по зимостойкости вы этот сильно увеличите и улучшите, если поднимите от земли, и повреждения на сорте у вас тоже будет настолько, насколько может, настолько минимально, а на Урале, на сибирку, если будете, там, Рудольф тоже или Райлти привать, так вообще будет, опять-таки, в целом будет нормально, раз в 8 лет, но, вот смотрите, в Екатеринбурге несколько лет назад вымерзла вся туэсмарагда, до этого она 8 или там 12 лет, вообще с ней ничего не происходило, дальше этот, и резкий спрос этот, на Урал возник в виде туэсмарагда, вот что произошло, то есть, люди, частные лица, многие, да, раскричевали, вот, но не готовы ради такой красоты раз в 8-12 лет менять растения, я полагаю, что для наших северных регионов эта схема вполне подходит, если мы понимаем, что на 8-10 лет хватает невероятно красивого растения, то имеет смысл сажать, а потом менять просто. Да, ну и тут тоже, этот, предлагается везде заложить опыт и экспериментировать, и я думаю, что можно, есть профессионалы в интернете и профессиональные группы ландшафтной лиги, и, конечно, там Ольга Грозина по Новосибирску, многие, это девушки по Екатеринбургу или там ландшафтники, вот, подскажут это, что в их условиях зимует, но, опять-таки, это условие будет именно на участках, там, через все микроклимат существует, вот, не ровняйте выращивание растений в питомниках, то есть выгоднее всего в Черноземье выращивать сибирскую яблони и поставлять на Урал ее же, чтобы она генетически, она будет абсолютно спокойно зимовать, но выращивать, чтобы с меньшими ранениями стволовой и так далее. Лучше, конечно, более западно, либо более южно, в зависимости, там, вот этих, тех моментов. Вкратце, вот это то, что на сегодня у меня получилось сказать. Да. Дорогие дамы и господа, я напоминаю, что в следующем году у нас будет, помимо Академии, уникальный семинар 9 числа в Сочи. Я вас приглашаю, всех-всех-всех, вот, обещаю, что будет интересно, на наши коллеги уже готовятся, вот, мне звонили, уточняли моменты, вот, поэтому приглашаю, вот, добро пожаловать в мир знаний в Академии питомниководца. Огромное спасибо.